Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 ноября, у нас уже, можно сказать, зима. А я вышла на улицу, чтобы поговорить о теплицах. Очень много вопросов и летом было, но летом вы знаете, что некогда работать, непочатый край. Сейчас я расскажу. Смотрите, хоть и рекомендуется теплицы осенью устанавливать, у нас же не всегда так получается. Например, уральскую теплицу мы весной устанавливали. Я больше чем уверена, что зимой многие решат, посмотрят, например, чьи-то видео, послушают рассказы других огородников и подумают, скажут, да, мне нужна теплица. И сразу же встает вопрос, как ее расположить на участке, куда ее пристроить. Обычно участки у нас не очень большие. Я сейчас расскажу, какие основные факторы влияют у нас на установку теплицы. Но в основном, конечно, близость от дома нужно учитывать, близость от заборов, от кустов, от различных. Потом некоторые специалисты рекомендуют устанавливать в соответствии со сторонами света. Я сейчас каждый пункт разберу отдельно и скажу, к чему можно прислушиваться, а что можно не выполнять. Вот у меня маленький участок. Раз, два, три, четыре, пять теплиц таких нормальных, больших. Одна еще маленькая, огуречная. Ну, короче, пять полноценных теплиц. И почти ни одна у меня не установлена по правилам. Сейчас я вам расскажу, как они установлены. Каждую покажу отдельно и скажу, как лучше не делать. В вопросе про установку теплицы тут очень важное значение имеет именно конструкция теплицы, какая она из себя и назначение ее. Вы знаете, что есть теплицы вообще квадратненькие. Вот есть 4х4, например, 3х3. И тогда уже не важно, можно располагать хоть по какой стороне света. Вот некоторые говорят, что нужно выдерживать стороны света. Но если она квадратная, к ним это не относится. Еще, если теплица вот такая, как у меня вот эта, придомовая, тут мы тоже уже не можем много вариантов для нее придумать. Ни по каким сторонам света мы уже ее никак не расположим. Тут уже мы делаем в соответствии с домом. Знаю вот про эту, про свою, что самое удачное у нас было расположение. Это вот так вот. И хорошо, ну как, с задней стороны, со стороны огорода. И хорошо, что совпало, что это южное направление, что здесь всегда солнце. Но смотрите, если бы, например, у меня по-другому был расположен дом, и мне все равно пришлось бы ставить так, даже если бы это была северная сторона. Почему? Ясно, что со стороны улицы я прилепить теплицу не могу. По торцам у нас дом вот так вот в длину. По торцам там вход со двора. Тут торец вообще безо всего короткий такой. Но, короче, здесь у нас был единственно возможный вариант. Со стороны огорода вот так вот вдоль дома протянуть все это ее в длину. И у нас совпало очень удачно, что здесь и южная сторона, и задняя сторона дома, что с улицы ее не видно. Ну, короче, звезды сошлись так, что нам повезло. Некоторым, если кто хочет придомовую теплицу, может быть, придется с северной стороны пристроить. Тут тоже не всем можно выполнить рекомендацию специалистов ставить теплицу в соответствии со сторонами света. Следующий пункт, от которого все всегда отталкиваются, это, конечно, тень. Чтобы тень не падала от заборов, от построек, от дома. Но я скажу так, что у нас у некоторых такие маленькие участки, вот как у нас, что иногда не удается тоже это правило соблюдать. И мы тут сами... Вот смотрите, вот у нас соседская баня. Можно было бы, конечно, еще поближе продвинуть, но там от ихних вишен, от бани тень. Мы немножко отодвинули, но все равно. Потом сейчас еще дальше посмотрим. Вот там от сарая у нас. Вот видите, одна теплица, там прям соседский сарай рядом. И во второй половине дня он накрывает половину теплицы. Сейчас еще пройдем в одно место. Вот здесь вот уральская теплица. У нас, смотрите, тут забор почти вплотную. Тут дом, вторая половина в тени. Но нет больше места. Все. Если бы было полностью солнечное место, конечно, можно было бы поставить. Но замечу, что в последние два года, когда у нас аномальная жара, именно в этой теплице не горят томаты. И сначала я тут три года выращивала перцы. В этом году здесь у меня росли томаты. И в этом году тут они чувствовали себя лучше всего. А те теплицы, которые... Сейчас повернусь. Вот эти вот, которые все время были на солнечной стороне, очень тяжело было там растениям. Нужно обязательно учитывать, не забывать о подведении коммуникаций. Вот смотрите, у меня вот эта придомовая теплица, в которой я очень-очень рано рассаду выношу, в то время, когда еще бывают заморозки, когда я включаю обогреватели, и тут и свет-переноску включаю на ночь. И очень удобно, что она рядом с домом. Вот эти все удлинители, кабели, все это не очень сильно запутываются. И если вы хотите весной в ранний период высаживать и чем-то там, например, подогревать, освещать, то лучше недалеко от дома, чтобы было. Вот к этим у меня тоже идут весной эти удлинители для инфракрасных обогревателей, для всего. Тут еще возможно. А вот та теплица, которую я показывала, вон она стоит вдалеке. Ясно, что туда тянуть что-то проблематично. Там никогда нет ни обогревателей, ничего, никаких ни подсветок, ни ветродоек, ничего. Она, ну, как такая, полностью холодная. Вот что даст природа, что нагреет и все. Потому что далековато от дома. Так что если вы хотите какие-то протягивать что-то туда, освещение, некоторые даже тянут водопровод, то вы учитывайте это при выборе места. Лучше недалеко от дома. Ну и самое главное, я оставила вот на последний пункт, мне кажется, самое-самое важное, это выбор места в зависимости от региона. Я уже говорила, что я делю всех на холодных и на теплых. Вот мы холодные огородники, то есть мы живем в холодных регионах. И весной, когда мы высаживаем, особенно для раннего урожая, мы стараемся поймать вот каждый-каждый лучик солнца, стараемся, чтобы солнышко нас прогрело, чтобы теплиться, чтобы земля там прогрелась скорее, чтобы снег, ну там не снег, а этот, лед там в земле растаял. И поэтому мы, вот я лично, всегда те, которые для раннего урожая стараюсь расположить вот так, чтобы солнце весь день у меня вот, ну как грело эту сторону, все. Те, которые стоят где-то там, вот видите, вот это там, потом вот там, которые у дома, в тени, туда уже ранний урожай высаживать проблематично. Там очень долго снег, вот около заборов, в тени от дома. Вот здесь самые первые, вот эти две теплицы прогреваются, они самые-самые первые прогреваются, и это очень важно. Но это важно для меня, потому что я хочу для раннего урожая, я хочу как можно быстрее, чтобы прогрелось. А жители южного региона, вот пишут люди, наоборот стараются теплицу выставить так, чтобы не горели там растения. У них наоборот это проблема, много лишнего солнца, там они сжигаются. И притенять очень сложно, потому что как бы ты ни притенял, если температура высокая, она везде высокая. Поэтому самым главным фактором, я считаю, все-таки, вы должны устанавливать теплицу в зависимости со своими климатическими условиями. Нам надо много солнца, мы прям восстанавливаем раз, вот на этот вот, на пустой клочок, где нет ни тени, нет ничего, чтобы она быстрее прогрелась. А на юге, возможно, они взяли бы и вот туда вот, подальше за дом поставили бы эту теплицу. Ну вот если подвести итог, я очень много всего сказала по одному, по второму, по третьему пункту. Если подвести итог и посмотреть, вот например на мой участок, то у меня, можно сказать, ни одна теплица не стоит в соответствии с рекомендациями специалистов. И какая тут роза ветров, если участок маленький, 6 соток, если хочется и под томаты, и под перцы, и огуречные, вот здесь у меня огурцы растут, короче, все разместить. И у меня получилось, что смотрите, одна стоит так, другая стоит так, третья стоит так, как удобно, так и устанавливаю. Просто уже потом в этих теплицах у меня, они для разного назначения, для раннего урожая, там, где сильно прогревается, для более поздней высадки, там, где немножко в тени стоит, она потом попозже согреется. И если подвести итог и посоветовать что-то начинающим огородникам, я могу сказать так, что поставить теплицу можно, наверное, хоть как. Главное выбрать место для установки, обдуманно, и учитывать все факторы, индивидуальные условия своего участка, своего региона. От этого зависит и хороший урожай, и все потом. Короче, так же, как везде, мой совет такой, перед тем, как что-то сделать, все внимательно обдумайте, прикиньте, посоветуйтесь с соседями, посмотрите, как у них установлены теплицы, и спросите, а почему у вас так поставлено, а не так, как специалисты рекомендуют. И, возможно, они вам какой-то секрет свой ответят, вы найдете ответ на свой вопрос. Вот у меня, видите, как для раннего так стоят урожаи, там стоит так, в тени, ну, потому что больше места нет, и все везде растет. Любое расположение теплицы можно подстроить под себя. До свидания.